немного расскажу про укладку трубы какие нужно правильно уложить и про нивелир зеленым лучом немножко затрону тему так как можно заметить я уже трубу почти уложил обязательно используем трубу рыжего цвета она для наружных работ все соединения на герметик вот видите тут герметик и утеплитель и укладываем с тем расчетом что уклон должен составлять 2 сантиметра на метр то есть есть у вас труба 5 метров то уклон должен составлять от места ввода до выхода 10 сантиметров вот я как решил все это сделать чтобы все это высчитать настроил нивелир на вход 0 вот так вот поставил настроил 0 уголком а с той стороны уже рассчитывал сколько у меня сантиметров нужен уклон и соответственно с тем расчетом делал уже он тоже по уголку и если можете заметить точнее вы не можете сейчас ничего видеть в плане луча нивелир включен лучше не видно да вы ошибаетесь он прекрасно виден вот он полоса зеленая отлично видно сейчас два часа дня яркое солнце вообще очень ярко припекает конкретно есть смотрим на линейку должно быть видно здесь 6 сантиметров трехметровая труба от места ввода до выхода 6 сантиметров вот она метка вот она лучше виден в общем преимущество нивелира зеленым лучом луч виден даже самую яркую погоду вот на брюках отчетливо видно волосах поэтому они стоят нивелира зеленым лучом два раза дороже чем с красным если бы мне его не было пришлось бы ну чтобы ровно сделать все нормально ждать вечера или пасмурной погоды чтобы можно было уже этот луч красный разглядеть собственно мне здесь получается где-то и 470 до конца здесь уже поворот будет 45 градусов чтобы переход был плавный не под 90 я сделал под 45 здесь мне уже нужен труба чтобы опускалась до 9 с половиной сейчас прикинь если вдруг у вас размер не совпадает больше или меньше здесь показать вообще 16 мне надо 9 половину то есть мне нужно трубу поднять до этого уровня вот примерно вот так и как я говорил ранее что здесь грунт очень плотный соответственно я положу просто кирпич сюда и кирпичом же выровняю размер какой мне нужен и все у меня будет отлично работать и соблюдены все уклоны труба уже никогда не прогнется вниз и будет стоять уже на месте я вот когда первую канализацию делал я вложил трубу асбестовую и на месте соединения не было никаких соединений для асбеста я делал что также вымерял размер резал вырезал углы и на месте соединения просто замуровывал в бетон стяжка заливал раствором и все вот у меня уже где-то лет десять все нормально ничего там не забилось работать и место что септик уже не уходит вода так что вот так имейте ввиду этот маленькие такие моменты которые приходятся при монтаже трубы чтобы соблюсти все уклоны и чтобы все нормально работало не забывайте герметик стыки герметизировать соединительные вот труба полностью смонтирована все подогнал все рассчитал высверлил коронку уже на сто пятнадцать вот она коронка тоже купленная в китай выставил дырочку аккуратненько и труба входит полностью по размер отверстия чтобы не было больших дырок чтобы меньше было замазывать как-то разбивают некоторые я видел просто зубилом перфоратором и отверстие получается очень огромное рваная и трудно подогнать такую трубу вот уклона может показаться что уклона нет уклон есть шарик вот он чуть смещен если сделал уклон 3 сантиметра от этого угла чуть больше вот это давай вот уровень все точно теперь трубу это вытащить одеть утеплитель и на место поставить и все будет у нас замечательно то есть так вот сейчас рассчитаю супер утеплителя отрезать нужно будет чтобы он вплотную подходил к кольцу обратите внимание насколько точно все рассчитано то есть полезная площадь кольца сделано по максимуму то есть всего лишь где-то сантиметров на 15 отверха все остальное пространство будет задействовано и миллиметров на 15 делается перелив во второе кольцо соответственно все будет использоваться по максимуму не так как у многих кольцо или полтора просто бездействует закапывают или он вообще торчит колодец выше уровня грунта и ландшафта вот тут главное я как бы максималист чтобы все было задействовано любое пространство по максимуму тут не было пустую потраченных денег и чтобы свободное пространство не опустывало было задействовано поэтому я вот все высчитал рассчитал ну естественно не без приспособления таких как уровень лазерный без него я так бы не высчитал все не рассчитал он очень помогает ты когда на тракторист вчера закапывал щебень вольта не высоко ли ты кольцо сделал вот обратите внимание вот грунт вот она кольцо он как бы вровень с ним идет я положу крышку сверху еще будет сантиметров 10 люк и эту часть я могу уже потом засыпать черноземом и посеять допустим цветочки либо газонную травку и будет все красиво все будет за уровень сделано ничего не будет торчать то же самое здесь когда он закапывал не высоко ли вот этот люк стоит нормально когда сделаем ландшафт тут видите сколько осталось много планировку сделать и уже подогнать планировку уровень кольца и все будет ровно так что имейте ввиду кто делает собирается делать делать и по с тем расчетом чтоб вас полезная площадь была по максимуму то есть у меня грубо говоря получается три с половиной кольца будет под отстойник и столько же будет под второй кольцо с дренажом и я надеюсь сюда уже лет 10-15 может и больше я заглядывать не буду грунт у нас почва хорошая мягкая все будет уходить вода не уходит почему потому что замыливается из-за жиров из-за вот этих вот отходов из туалет и кухня и со временем все замыливается соответственно вода уже не уходит и чтобы этого не случалось делается у два лучше три кольца и делается перелив но и потом покажу как он выглядит как сделать так чтобы жиры не переходили во второе кольцо ну вот и все вот нивелир мой в тенек зашел жарко очень жарко работы такую жару никому не позавидуешь а что делать вот ждать до вечера тоже смысла нету что там останется несколько часов а так вот большую часть работы я сделаю так уж получается ладно потом покажу как все смонтировал как трубы смонтировал перелив вот сейчас остается трубу засыпать песочком сверху и оставшись уже грунтом все наверно песок пролью чтоб он сразу усадку дал а потом уже грунтом и будь нормально и так продолжаем вот первый колодец я уже все стыки замазал вывел трубу чтобы здесь все было вот после сезона дождей наших уже воды порядочно набралось и так видите она не уходит то есть основные дырки были вот здесь по кругу вот и все замазал хорошо как видно вот вода стоит она не уходит значит все нормально ну и переливной вот она уже отверстие высерлил коронкой на 15 миллиметров ниже этого сливного и мне получается вот эти уже показывал полезная площадь по максимуму потом останется поставить люк крышку саму и посолить люк уже тоже на цементную стяжку залить его здесь пусто естественно я сейчас буду оставшиеся отверстие просверливать видите их по периметру сколько вот мне осталось еще их там на нас десяток просверлить и достаточно и еще хочу показать один немаловажный момент очень важный это кольцо у нас стоит на днище и она стоит на месте а это я ставил на грунт и когда их поставил они стояли в уровень ровно я подгонял все а теперь обратите внимание насколько они просели вот эти кольца а просели они порядочно сантиметров на 10 вот уровень вот уровень и смотрите расстояние сейчас точно скажу даже насколько 9 сантиметров на 9 сантиметров кольца просели я думаю они еще просядут когда уже сюда будет уже стекать канализация под своим весом потому что они тяжелые вес одного кольца полуторного полторы тонны здесь их три с половиной плюс крышка еще крышка не лежит нормально вот к чему это все рассказываю не спешите вставлять трубу переливочную если бы ее сразу ставил я уже наверняка ломанула потому что труба вставляется в это кольцо и в это кольцо если это будет поседать труба пластиковая она в любом случае либо и поведет либо на просто сломает соответственно я пока пока я идут дожди трубу не вставлял я жду пока она максимально низко уже как бы осядет колодцы и все равно надо сделал какой-то зазор вверх над верхней части трубы чтобы если кольца опускались дальше давали усадку то труба не сломалась вот и очень хорошо что я именно купил такие люки без точнее крышки без люков что вот это кольцо мне придется подравнивать уже выводить под уровень с этим уже кирпичами выкладывать чтобы они стояли уровень вот не забывайте про этот момент если кто будет делать что сразу как бы не советую вставлять трубу иначе и поведет и она сломается придется переделывать лучше немного подождать пока даст усадку как видите вот дожди прошли щебенка вся проявилась песок осел и видно какая она и какой уровень какой перепад стал вообще но дальше уже покажу когда все у меня жена трубу я вставлю сделаю все покажу как должно соединяться все эти трубы колено чтобы сюда текла уже вода очищенная ну и дополнительно я буквально недавно узнал что ставит для кого не секрет что весь жир основной идет из кухни после мытья посуды кухни или посудомоечная машина все жиры идут в основном основная масса именно с кухни и на кухне ставится жировуловитель то есть такой небольшой бак который отделяет жир от воды чтобы жир оставался в этом баке а уже в канализацию стекала вода без жиров работает он по такому же принципу как и септик я уже как бы простудировал эту тему даже нашел в китае там они все делают из нержавейки и баки также нашел в россии в россии есть пластиковые ну ценник там у некоторых просто зашкаливает по 8000 за обычный бак и конечно шо там подешевле маленький вот тут я все в раздумьях либо пластиковый купить у нас либо из нержавейки в китае вот эти жировители ставят и в кафешках и всяких ресторанах и они есть как маленькие чисто для квартиры так есть и большие для большого объема и работают принципе отлично то есть весь жир все отходы вот эти они остаются в этом баке вода уже льется в канализацию нормальная без жиров поэтому я обязательно буду его ставить чтобы еще по минимуму снизить загрязнение люков отстойника своего чтобы жиров было по минимуму соответственно мой септик прослужит дольше плюс видели сколько засыпал шевенки 18 кубов чтобы вся вода уходила чтобы его не откачивать это самое важное никому не охота каждый месяц вызывать осенизаторов чтобы не откачивали и платить деньги трубу я уже закопал вот она закопана осталось сюда побольше земли еще навозить чтобы полностью сравнять собака роет также сразу отвечу на некоторые вопросы кто скажет можете не слишком глубоко закопал трубу что она перемерзнет но не думаю что она перемерзнет у меня примерно на таком же глубине закопано и первое свое канализационная труба только из асбестовая и без всякого утепления и ни разу ни одной зимы тоже больше десяти лет прошло ни разу она не перемерзала все было нормально дополнительно я думаю все равно еще грунт поднимется то есть кольцо плюс люк еще сантиметров может быть 20 грунт поднимется а так можно положить в принципе на эту часть поверх трубы эструдированную пенополистирол то есть другим словами утеплитель чтобы если у кого низкий уровень грунта чтобы она не промерзала кто переживает или у кого слишком сильные морозы и поверх трубы стелится и на полистирол утеплитель которому не страшны не влага не грызуны и он будет еще дополнительно защищать трубу у меня еще я думаю подымется наверно вот так вот поднимется если по нормальному делать вот так еще подымется здесь вот кирпич 10 сантиметров 20 еще наверно и туда плавно перейдет туда уже будет уклон так что я думаю все будет нормально и к тому же расстояние тут небольшое 5 метров 560 где-то ну вот заключающий этап монтажа нашего септика практически все готово хочу показать небольшой такой хитрость которая придумал как установить вентиляцию чтобы труба туда не проваливалась труба у нас на 110 а коронка 115 вот ведь она болтается что я сделал отверстие я я просверлил на 80 на сквозь а 110 точнее 115 просто немного углубился где-то на половину плиты таким образом у нас труба становится в этот паз и никогда не провалиться вниз а этого отверстия будет достаточно для вентиляции все стоит осталось только замазать то же самое там но я сейчас спущусь покажу как там все это выглядит и буду замажу швы и все уже покажу ну вот собственно все готово таки все замазаны трубы установлены верно я вот и поставил еще 45 градусов отвод и так вот такая конструкция как я говорил сам начале для чего это делается это своего рода фильтр который отделяет жиры от воды как это работает все прекрасно знают русскую народную пословицу говно не тонет так вот все что не тонет будет плавать вот он уголок вот до этого уровня вот в этом промежутке в зависимости от слоя но чтобы все это не накапливалось нужно добавлять периодически живые бактерии которые будут все это перерабатывать так вот все что не тонет жиры отходы женедеятельности и прочее будет плавать поверх воды потому что это легче воды соответственно вот эта труба она будет она уходит глубоко вниз от этого где-то сантиметров на 50 и здесь будет уже вода как бы чистая без всяких примесей и соответственно вода будет заходить через эту трубу и переливаться соседний колодец вот для целей вот для этих целей и делается такая вот нехитрая конструкция которая отделяет всевозможные жиры отходы от воды и все это остается здесь в этом колодце все что тонет будет на дне тут смотрите уже воды налило после сезона дождей сантиметров на 15 уже вода стоит то есть все щели заделаны нормально и первый этот колодец служит как отстойник здесь все будет оставаться и во второй будет уже идти нормальная хорошая вода без всяких примесей потому что заявиваются колодцы и грибные ямы именно из-за жиров какое-то время они работают а потом просто заявивается за забивать все эти отверстия именно жирами поэтому снизим жиры до минимума мы увеличим срок службы нашего септика что немаловажно и сейчас я перейду соседний колодец покажу там как сделано здесь в принципе все то же самое я дополнительно вывел трубу на поле аэрации то есть все то же самое как и в первом колодце здесь только здесь 50 труба и будет еще дополнительно фильтроваться в том плане когда уже колодец этот заполнится хотя это будет очень скоро лет 5-10 можно жить спокойно но это на всякий случай чтобы здесь колодец вода не застаивалась и она уходила чтобы не вызывать лишний раз машину для откачки еще момент хочу показать этот колодец у меня просел на девять и половина сантиметров я уже показывал говорит кажется вот я долго ждал ждал покажу дожди пройдут очень много было дождей чтобы была усадка чтобы колодец по максимуму осел чтобы у меня не сломал трубу вот труба и обратите внимание я сделал отверстие верху немного больше сантиметров на пять и подложил туда утеплитель с тем расчетом что если колодец будет опускаться он не заденет трубу то есть труба просто упрется вверх верхнего кольца и там еще достаточное место чтобы труба не погнула и не ломанула ее ну теперь буквально вчера был трактор поставили мы крышки и выкопал еще траншеи под поле аорации что это значит вот выходит труба пятидесятка и она здесь у меня 6 метров видите просверлено просто хаотично в разных местах со всех сторон точнее и засыпал крупный гравий отходы кирпича бой кирпича для чего чтобы когда колодец переполнится он будет выходить в эту трубу вот у нас дополнительный дренаж так называем поле аорации для орошения и вся вода будет уходить именно сюда для чего нужен крупный бой кирпича чтобы мелкие песчинки или мелкий мусор чтобы не забил вот эти отверстия выходные для воды и вода хорошо уходила сверху я честно сейчас все разровняю этот щебень весь и сверху еще положу шифер у меня и старый шифером что когда буду засыпать грунтом чтобы грунт эти отверстия не забил сразу же вот и таким образом у меня будет стопроцентный не обслуживаемый септик здесь уже просто выход здесь можно что-то из кирпичей сделать как бы маленького небольшого колодца и вода будет просто уходить прямо отсюда если когда со временем эти отверстия мелкие забьются и все вот таким образом работает септик который не нужно обслуживать и который прозлужит долгие долгие годы главное правильно все сделать и не забывайте про уклон чтобы уклон был сюда вот колодцы иначе она не будет туда уходить там я опустил ниже 2 сливного который показывал где-то сантиметров на 10 буквально вот и все как бы уже готова вентиляционные шахты тоже сделал еще я придумал как сделать принудительную вентиляцию в этих шахтах это чуть позже когда доделаю меня идея появилась как-то можно реализовать вот и попробую это сделать и потом сделаю отдельный ролик вот замазала обычной штукатуркой она быстро сохнет очень крепкая все у нас будет нормально здесь будут люки пластиковые они уже куплены сюда промерял смотрел останется поставить люк и тоже залить стяжкой чтобы он крепко стоял не двигался ну вот теперь окончательно все все это делал замазал люки чтобы они сидели плотно оставил такой бортик чтобы вот до уровня самого люка положить грунт чтобы все ровно и когда засеется травкой она еще больше скрепится разрастется будет нормально вот а второй пришлось подымать видите насколько на целый кирпич потому что этот люк просел кольца но на высоту кирпича я поднял тут еще выровнял немножко под уровень потому что крышка чуть наклонена в эту сторону где-то сантиметра 2 я подымал отсюда что было ровно мы все полностью замазал теперь все можно пользоваться ну и дренажную дополнительную трубу тоже закопал тут дождь был сильный земля не высохла сейчас усадку да с глина будет вообще она когда утрамбовывается вообще штуками становится ну теперь на этом точно все будут вопросы спрашиваете до новых встреч